24 должника были приглашены в администрацию Одинцовского округа на очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и арендной плате на землю в списке неплательщиков как физические, так и юридические лица. Общая сумма задолженности перед бюджетом Московской области составила 72,5 миллиона рублей. При этом чуть больше 27 миллионов были погашены на этапе подготовки к заседанию. Как показывает практика, приглашения на подобные комиссии дают положительные результаты. 10 организаций или физлиц погасили задолженность из 72 миллионов на 27. Это 38%, почти 40% погасили. Ну, соответственно, те, кто погасили полностью или частично, соответственно, они не пришли. Из оставшихся 14 должников на заседание явились только 5. С остальными будет проведена отдельная работа. Руководители некоторых организаций навстречу не пришли, а отправили в администрацию неуполномоченных представителей, что значительно усложняло работу комиссии. Директор в отпуске не смог приехать. Кто смог приехать? Что, кроме директора там никого нет? Бухгалтер предыдущий уволился, а новый бухгалтер детально объяснить не хочет. Мы привели бы ее с собой, мы на нее хотя бы посмотрели. Понимаете, мы только бумагу тратим на вас. Наибольшая сумма задолженности числится за Голицынской птицефабрикой. Земельный налог организации превышает 8 миллионов рублей. Серьезный вопрос идет с 20-го года, а 8 миллионов в бюджете нет. Финансовые трудности, смена собственника, изменение категории назначения земель. Для комиссии по урегулированию налоговой задолженности, как и для российского законодательства, нет причин, по которым налоги можно не платить. Вот вы все зарплату хотите получать, лечебные хотите, отпускные хотите, все вы хотите, да? И на то деньги надо, и на сё. Но эти деньги рождаются ровно оттуда, вот как мы с вами работаем. Для всех неплательщиков установили единый срок погашения задолженности – до 15 июля 2022 года. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова».